Лучшие хирурги собрались в Якутске на международной конференции. В эти дни они обсуждают проблемы сосудистой и челюстно-лицевой хирургии, а также хирургию нарушения кровообращения мозга. Тему продолжит Евгений Тайтонов. В рамках 25-летнего юбилея Национального центра медицины Минздрав Якутии организовал международный форум. Принять в нем участие в республику приехали 156 делегатов из регионов страны и зарубежья. Как отметили хирурги, причиной более 50% смертей являются сердечно-сосудистые заболевания. Сегодня интенсивно развивается хирургия сонных артерий. Это артерии, которые питают головной мозг. И задача хирургов – предотвратить инсульты. С этой точки зрения медицина сейчас вооружена ультразвуковыми аппаратами, так называемыми дуплексами, которые дают возможность через кожу увидеть, что делается внутри сосуда, увидеть бляшку и вовремя ее удалить. Поэтому наша задача – оперировать больных, чтобы не наступил инсульт. И практически это операция, которая сейчас делается во многих центрах, в том числе в Якутии. За последние десятилетия произошла подлинная революция в микрохирургии лица. Стали доступны современные методы диагностики, оборудование и инструменты. За счет резкого усложнения и зачастую удлинения времени операции удается быстро устранять казавшиеся ранее незначительными и потому не поддержащие исправление дефекты и деформации. Задача врачей – восстановить не только функцию, не только чтобы человек мог принимать пищу и говорить, но и восстановить эстетику, восстановить внешний облик, то есть реабилитировать пациента в полном смысле. Вот этим вопросом мы посвящаем нашу конференцию и надеемся, что результатом этой конференции станет дальнейшее развитие сотрудничества. Отделение телесно-лицевой хирургии Республиканская больница номер 2 оснащена всеми передовыми технологиями и ничем не уступает ведущим центральным клиникам страны. А специалисты, в свою очередь, прошли серьезную подготовку в научных институтах. В Якутии у нас развивается очень семимильными шагами. Мы не отстаем от центральных городов, потому что все время идем на переподготовку, обучение. У нас проводится первая наша выездная такая большая конференция. Я надеюсь, что будет и последняя. Мероприятие такого высокого уровня и солидным составом участников проходит в Якутске впервые. И ожидается, что внесет значимый вклад в развитие медицины и науки Якутии. Евгений Тайтонов, Гаврил Ильичков, НВК Саха, Якутск.